Друзья, всем привет! Вы на канале Кринликар. Мы занимаемся подбором автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. С вами Московский филиал. На нашем канале стало все больше появляться автомобилей ВАГ-группы, Ауди, Шкоды, Фольксвагены. Это потому что сейчас я вот все выплюсну, все, что у меня в голове, и потом, соответственно, будем снимать и другие автомобили. А пока хочу рассказать еще подробнее. Сегодня мы затронем двигатели ТСА и ТФСА. Как с ними вообще жить, как с ними существовать, чтобы эти машины доставляли вам меньше хлопот и дарили больше радости. То есть на какие проблемы надо обращать внимание, как за машинами следить и как правильно их обслуживать, чтобы машины ездили больше и приносили меньше хлопот. Сразу хочу отметить, потому что много комментариев было под предыдущими видео, я не агитирую за Фольксваген, я не говорю, что Фольксваген лучше машины, что их надо покупать. Они отнюдь не самые надежные, то есть 95% японских автомобилей будет в разы надежнее, чем ряд автомобилей Фольксваген Ауди Групп. Но я делюсь опытом эксплуатации и поиском именно этих автомобилей, потому что они достаточно интересные на вторичном рынке, имеют интересные характеристики. И в последнее время все больше и больше людей делает выбор именно в покупку этих автомобилей. Поэтому мы про них и рассказываем. Еще небольшое отступление. Данное видео будет именно для тех, кто купил, собирается купить или владеет автомобилем с относительно небольшим пробегом, да, допустим, до 100, до 120, достаточно молодым и в хорошем состоянии. Потому что если у вас машина запущена или у машины там большой пробег 200-250, то то, как вы будете ее эксплуатировать, как вы будете за ней ухаживать, не очень важно, потому что что делали до вас неизвестно. Если до вас машину уже износили и убили, то как бы вы ни старались, машина все равно подарит вам отнюдь не самые приятные эмоции. Итак, настал в вашей жизни момент, когда вы решили, что вы за свой бюджет хотите купить именно машину с мотором TSI. Что хочу сказать? Да, в принципе, это относится не только к этим моторам. Вообще, вы захотели купить какую-то машину, не лазите по форумам. Форумы это именно те места, где по любой машине зайдешь, там столько будет всего написано, что ни одну машину вы не захотите купить. Надежная, она ненадежная, неважно. Там будет собрано именно самое-самое-самое. Лучше всего, как я заметил своего опыта, заходить в группу ВКонтакте, искать именно клубы. Хотели купить Skoda Octavia, пишите Skoda Octavia Club. Захотели купить Volkswagen Polo, пишите Volkswagen Polo Club, K-Seed Club, Nissan Juke Club и так далее. Предыстория закончилась, давайте переходить к конкретике и рекомендации. Общие рекомендации довольно банальные. В принципе, как и во всех роликах, это, естественно, топливо и масло. Какое масло заливать? Точно вам не скажу, лейте Lukoil, лейте Shell, лейте что-то другое. Одно могу сказать, все больше производителей и вообще пользователей делает выбор в пользу масел именно компанией, которая занимается как-либо связанной с нефтепромышленностью, да, то есть добывает нефть. В России это Lukoil, также это может быть Shell, BP. Как вы знаете, недавно Lukoil вообще стал официальным маслом Volkswagen. Если вы сейчас покупаете новый Fold, то в оригинале вам будут лить Lukoil. Самое главное, чтобы это была не подделка. Вы можете думать, что вы покупаете там хороший Liqui Moly, при этом у вас мотор умрет через 100 тысяч, потому что покупаете вы его где-то непонятно где, по акции и так далее. Вы покупаете подделку и только убиваете свой мотор. В России очень много контрафакта, очень много поддельных масел. Именно из-за этого в России именно моторы живут, ресурс их меньше, чем в той же Европе. Покупайте масло в проверенных местах. Это первый совет. И второй совет. Покупайте масло просто по заводским допускам. Если говорить про T-Side, то если у вас серия моторов E111 или у вас серия моторов E3-8, то покупайте допуск, соответственно, 502-505. Если у вас серия моторов E211, как, например, на вот этой Audi, то покупайте допуск 504-507. По поводу вязкости. Естественно, когда машина новая, дилер заливает 0,30, то есть самое жидкое масло. По мере износа-износа автомобиля в какой-то момент люди начинают лить 5,30. Далее я хочу отметить одну ошибку людей. Ни для кого не секрет, что эти машины зачастую кушают масло, да, ну, в зависимости от выбора мотора. И многие, когда замечают, что у них машинка на 70-80 тысяч километрах уже начинает достаточно сильно пожирать масло, они начинают лить еще более густое масло, и они льют 10W-40. Так вот, тем самым вы только убиваете мотор. То есть за счет того, что у вас масло залито более густое, вообще в чем смысл, да, заливать более густое масло? У вас в целом изнашивается мотор, все зазоры, соответственно, в моторе увеличиваются, и чтобы компенсировать эти зазоры, люди льют более густое масло, чтобы, соответственно, компенсировать эти зазоры за счет масляного клина, так называемого. На маленьких пробегах, если вы будете пытаться это делать, вы только убьете этот мотор и леете 5W-30. А если у вас начался масложор, то решайте эту проблему, но не густым маслом. И далее это прогрев. Есть совершенно разные мнения. Кто-то говорит, что прогревать не надо. Завел сразу газ и поехал. Кто-то говорит, что прогревать надо и прогревать прям до рабочей температуры 10-15 минут, потому что это необходимо. Мое мнение и общепринятое мнение нашей компании, и вообще всех людей, с кем я общаюсь, то, что надо выбрать какую-то середину. То есть не надо заводить и сразу ехать, но и не надо прогревать машину по 10-15 минут. Особенно говоря, про двигатель TSI это для них не очень полезно. То есть машину, если мы говорим про морозы, минус 15, минус 20, завели, 3-4 минутки постояли, поехали. Если мы говорим про теплое время суток, упали прогревочные обороты, 30-40 секунд прошло, и можно ехать. Потому что, как показывает практика, TSI-моторы, владельцы которых их грели, они, как правило, жрут больше масла и, в принципе, изнашиваются гораздо быстрее. Но причинок всего этого вы можете почитать на различных форумах, тем для обсуждений очень и очень много. Но в целом заводим, если это теплое время года, немножко ждем и поехали. Если это холодное время года, пару минут, минутку и поехали. Потихонечку не газуем 4-5 тысяч оборотов, до 2 тысяч оборотов, пока машина не прогреется до рабочей температуры. Машина технически сложная, она имеет очень много узлов и агрегатов, за которыми важно следить и ухаживать. Первый вопрос, это у нас турбина. Как сделать так, чтобы она вообще в целом прожила дольше? Первая рекомендация, это опять же смена масла, потому что частая смена масла и хорошая смазка для турбины важна для тех же подшипников скольжения. Вообще, кстати, стоит отметить, что многие до сих пор боятся турбины, но это все пережитки прошлого. А турбины, особенно на современных Volkswagen, они очень надежные, они ходят долго. 200 плюс 300, это для них не проблема. Хотя я тоже повторялся, опять же, видео про 1.4 TSI, вот тут вы видите, можете туда переходить, там мы подробно про это тоже говорим. Отключайте систему старт-стоп, она вам не нужна. Ничего, кроме того, что она изнашивает все узлы мотора, она больше вам ничего не дает. Никакой экономии толковой она не дает. Про экологичность в России не будем говорить. Ведь когда вы глушите машину, в этот момент охлаждение турбины так или иначе становится менее эффективным. Да, многие скажут, что на современных автомобилях эта проблема уже решена, но, во-первых, это видео относится не только к современным автомобилям, но и к тем же старым TSI моторам. Вообще, это относится к любым турбированным автомобилям. Особенно после активной поездки вы приехали к месту стоянки, не надо сразу глушить. Постойте минутку, турбине надо охладиться, потом уже после минутки простой уже можете глушить. Аналогичная система старт-стоп, на мой взгляд, она турбину только убивает. Экономия она вам не дает. Выключаем, ездим, турбину охлаждаем. Если вы не любите ждать, вы хотите сразу поставить, вам надо идти, ставьте турботаймеры. Они как раз-таки для этого и созданы. Также далее я буду говорить о том, почему эти автомобили любят периодически хотя бы активную езду. В данном случае, пока мы говорим про турбину, периодически надо активно ездить. То есть, чтобы, соответственно, в турбине создавалось избыточное давление, работали клапаны сброса высокого давления. Потому что, как правило, машины, знаете, вот эти из-под дедушек, вот у него сама Октавия была из-под дедушки, который ездил потихонечку к 70-80 тысячам, клапан Визгейт и клапан сброса высокого давления, он уже клинил. Поэтому периодически активно проехаться для турбины тоже хорошо. Следующая причина, по которой нужно активно ездить, и следующий узел, это впускной коллектор. Естественно, у нас машина с непосредственным впрыском. То есть, у нас форсунки впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорая. За счет масляных паров впускной коллектор засирается. Во впускном коллекторе, как в обычной машине, нет бензина, то есть впускной коллектор не омывается бензином, впускные клапаны тоже не омываются бензином. Соответственно, со временем у вас впускные клапаны становятся прям с такими наростами, плюс весь впускной коллектор. Поэтому мы бы рекомендовали к 100 тысячам пробега снять впуск, прочистить весь впускной коллектор, прочистить впускные клапаны. О том, как вы это делаете, тоже можете посмотреть на форумах, тем самым в машине сделаете гораздо лучше. Чистите впуск. Следующий момент, это топливная аппаратура. Поскольку у нас машина TSI, то есть у нас машина с непосредственным впрыском, у нее есть форсунки, значит у нее есть топливный насос высокого давления. Давайте по порядку. Изначально топливо с бака до топливного насоса высокого давления доставляет обычный топливный насос, как и в любых автомобилях. Не будет лишним раз в те же 100 тысяч километров открыть, посмотреть, почистить сеточку, почистить сам бак. По поводу заправок, заправляться крайне важно именно к качественным топливам. Не путайте высокий октан и хорошее качество, это разные вещи. Где же взять качественное топливо, спросите вы. Здесь тоже нет однозначного ответа, потому что все мы живем в большой стране и у нас очень много заправок. Мое мнение, как правило, именно местный поставщик топлива чаще всего поставляет именно самое качественное топливо. Переведу пример. Газпром так или иначе, например, в Санкт-Петербурге топливо не добывает, то есть саму нефть. Это делает компания Сургутнефтегаз и заправки Кириши. И, например, на том же Газпроме так или иначе будет изначально основа Сургутнефтегаз, Кириши и уже Газпром, там, Лукоил, Шелл, они, Нести, досначают своими присадками. На юге добывают топливо Роснефть. В Центральной России и на Урале это делает Лукоил. В общем, везде разные местные поставщики топлива. Как мы замечаем, что именно у местных поставщиков топливо самое качественное. А по поводу октана. Если мы говорим про серию ЕА-211, ЕА-111, используйте только 98-й и сотый октан, не ниже. Если мы говорим про серию ЕА-3,8, то есть 2,0 и 1,8, то используйте по возможности лучше всего все-таки 98-й и сотый. Это даже рекомендует книжка эксплуатации завод-изготовитель. В крайних случаях 95-й, но лучше не злоупотреблять. Ильем 98-й и все будет хорошо. Форсунки. Если вы следите за чистотой бака и сеточки, если вы используете качественное топливо, то, как правило, с форсунками все хорошо. У вага до пробега 200-250 с этим проблем не случается. Чистить форсунки, на мой взгляд, тоже необходимо. Как это делать? Вы тоже можете прочитать на форумах. Это совершенно несложно. Просто к топливному насосу высокого давления подсоединяется специальный состав для промывки. Как определить, что форсунки пора чистить? Если у вас, как правило, расход на холостых оборотах превышает литр в час, не помешало бы форсунки почистить, потому что идеальный расход на холостых от 0,6 до 0,8 литра в час на ТСА моторах. Следующий момент это охлаждение. Двигатели термонагружены, поэтому охлаждение для них крайне важно. Что же делать для того, чтобы ваша машина получала необходимое охлаждение? Во-первых, следим за уровнем антифриза и меняем его хотя бы раз в 30-40 тысяч километров или раз в 2 года. Не забываем про частоту радиаторов. И если у вас автомобиль с пробегом на 80-100 тысяч километров, лучше эту мойку произвести полную со снятием бампера, со снятием навесного пластика, со снятием радиатора кондиционера и, соответственно, мойкой основного радиатора. По поводу сеточки в бампер. Первый радиатор, который у нас стоит в кассете, это радиатор кондиционера. И прежде всего сеточкой защищается он. Вопрос, насколько это нужно? Чтобы поставить сеточку, нужно, допустим, 4 тысячи рублей. Чтобы поменять радиатор кондиционера, нужно 15 тысяч рублей. Но зато все равно пропускная способность воздуха, она становится лучше без сеточки. Но тут уже каждый решает сам. Следующий момент это привод газораспределительного механизма. В случае с E211, как на этой Audi, это ремень ГРМ. И тут все предельно просто. Раз в 90 вы вскрываете кожух и смотрите состояние. Если все, кто на 120 тысячах пробега, по регламенту вы его меняете. Если мы говорим про цепь, как на моторах 1.8 на 2.0, то здесь цепочка легко проверяется перед покупкой. Во-первых, вы можете посмотреть растяжение через компьютерную диагностику по сканеру. Именно на этих моторах она дает максимально точные показания, близкие к правде. Да, это косвенно, но достаточно правдиво, так скажем. Кроме того, вы можете, ну, по-хорошему снимать колесо, снимать передний локер с правой стороны. В передней крышке, вы сейчас видите на фотографии, есть специальное смотровое окошко. Вы его убираете, и там будет видно состояние натяжителя. И, соответственно, можно будет понять, насколько близко натяжитель близок к своему, так скажем, финалу. И когда уже пора будет менять цепь. По поводу мотора 1.4, например, САХА, да, ну и вообще всех моторов Е111, то тут перед покупкой нормально цепь не проверить. Я имею в виду на 100%. Диагностика настолько косвенна, что порой можно вообще не смотреть. У меня сама была Октавия, я экспериментировал, смотрел утром на холодную одни показания. Вечером с офиса выходишь на холодную уже другие показания. Не очень объективно. Смотрового окошка на моторах САХА нету. Ориентируйтесь на звук, на холодную. Внимательно слушайте цепочку. Поверьте, когда на САХЕ цепочка будет стрекотать и лязгать, услышите это не только вы, но и вообще все в округе, потому что звук такой очень специфичный и громкий, и это слышно. Если не можете сами, то пригласите к знающего человека. Следующая система, к которой мы переходим, это маслоотделитель, или он же клапан вентиляции картерных газов. Находится он на серии Я3-8 вот здесь. И вообще эта проблема больше актуальна именно для моторов 1.8 и 2.0. Маслоотделитель на этих моторах в среднем имеет ресурс 80-90 тысяч километров. После этого пробега чаще всего он требует замены. Как это понять? Во-первых, вокруг маслоотделителя, вдоль постели распредоволов, она же здесь крышка клапанов, будут уже такие, так скажем, запотевания. На всех трубках вентиляции картера, вы можете их осмотреть, на них уже тоже будут запотевания. Иногда даже прям и достаточно активные течи. Это значит, что клапан, сама мембрана, она уже забита. И клапан требует замены. Здесь хочу сказать, что когда будете менять клапан, да, оригинал стоит дорого. Возможно, сейчас ошибаюсь, но по-моему, он стоит порядка 10-11-12 тысяч рублей. Но не экономьте, покупайте именно оригинал, его хватит на те же 80-90 тысяч пробега. Зато вам не придется клапан менять заново. Сидел на Суперб-клубе, сидел на Октавии-клубе, люди покупают неоригинальный маслоотделитель и потом приходят к его замене там уже через полгода. Ставьте оригинал. В чем смысл именно и в чем плюс замены маслоотделителя? На этих моторах, Я-3-8-ки, неисправный маслоотделитель может вызывать, так скажем, жор масла порядка литра на 2-3 тысячи километров. Соответственно, меняя его, уменьшаете жор масла, то есть мембрана лучше отсеивает, так скажем, масляные пары. Также важным элементом, как я уже сказал, топливной системы является топливный насос высокого давления. На сахе он стоит сзади, а здесь на Я-3-8-ке стоит сбоку. Поскольку у нас машина с непосредственным впрыском, то, естественно, топливный насос высокого давления у нее есть. Как мы его проверяем? Во-первых, необходимо смотреть давление, которое он дает. Далее, топливный насос высокого давления приводится в привод от распредвала. Поэтому перед покупкой или просто каждую точку вы берете, соответственно, крышку маслозаливной горловины и нюхаете ее. Здесь не должно быть запаха бензина. Ну, не путайте запах масла, бензина. Если вы чувствуете здесь именно запах бензина, значит, все-таки лучше топливный насос высокого давления поменять. Кто-то умудряется ремонтировать, но проще заменить. По поводу катализаторов многие тоже задают в личные сообщения вопрос, а катализаторы на этих машинах не трогайте. Они спокойно ходят 200 плюс тысяч километров. Его износ не влияет на мотор. Ездите с катализаторами долго и счастливо. Надеюсь, для многих это видео было полезным. Еще раз говорю, я не агитирую на ВАГ, просто рассказал об основных проблемах и нюансах. Любите свои машины, обслуживайте их правильно и качественно. Эти машины будут ездить долго и дарить вам только положительные эмоции. А на этом все. В ближайшее время мы снимем видео также про коробки, где расскажем, какие вообще DSG бывают, как на них правильно ездить, как их правильно эксплуатировать, сколько стоит вообще обслуживать DSG. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео. А на этом все. С вами был канал Клинликар. Всем пока.